Был произведен демонтаж правой стороны, закончен, собраны стапельные зоны на базе эксплуатации. В кратчайшие сроки были поставлены металлоконструкции в объеме 1200 тонн. Были произведены операции по транспортировке и монтажу пролетных строений. Пролетные строения были собраны на базе, погружены на тележки и доставлены вместо монтажа и посредством поперечной надвижки смонтированные и опущенные в проектное положение. Графиком производства работ было предусмотрено завершение работы, запуск рабочего движения до 20 декабря. В процессе производства работ службой заказчика и подрядной организации принимались неклассические технические решения, позволившие сократить сроки строительства и завершить строительство до 4 декабря, что позволяет осуществить запуск 5 декабря 16 дней. Это у нас была первая задача, демонтировать, освободить опоры. Это была самая сложная задача. В рыве очень сильный был. Это же, вы представляете, с этой части до туда осколково так повредить. То есть там практически никаких нарушений на левой части железнодорожного полотна нет? Нет, полностью работает, идет, прямо постоянно идут поезда, пистажирские, грузовые, никаких нарушений нет, вся безопасность обеспечена. Где у нас шли ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально, там мы 4 пробета. Это была хорошая производственная база, это позволило всю укрупненную сборку всех металлоконцов организовать прямо здесь. То есть мы из трех заводов крупнейших металлопроизводителей. Да, из Сибири в том числе. Да, мы здесь Тюмени, с Кургана и с Воронежа. К счастью, в том числе, он был свыше в 1000, да? Валюч, в 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас такая очень развернутая программа строительства по стране сейчас, и был металл в наличии, под мостовые изделия, поэтому мы быстро перебросили этот металл на производство вот этих непосредственно конструкций, и за две недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда. Врачи выстроили полностью цепочку сопровождения СГАИ, каждый пост подопределили, каждую машину считали в душном режиме. Я попросил губернаторов подключиться. Губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой турнии. И мы получали прямо такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено. И здесь на производственной базе Росавтодора собрали строители, и они уже привезенные металл в конструкцию, и их дособирали. Сколько человек работало? 500 человек работало в круглосуточном режиме. Значит, 3 плавкранов, 4 баржи и порядка 21 единица техники. А шторма не мешает? Сильный, Миша Георгиевич. Вот из 55 дней, 22 дня шторм. 22 дня шторм. Исходя из этого, были применены новые, уникальные технологии, чтобы все-таки даже в тот момент, когда шторм не давал работать с водой, мы все равно работали с землей. Пришлось подключить водолазов. Вот ту разрушенную часть моста мы даже водолазно резко резали внизу, чтобы быстрее его разограть, чтобы освободить опоры моста, на которых нужно будет поставить новые прогротные строения. Это у нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее нужно... Она немножко все-таки пострадала. Надо довести ее до идеального состояния, да? Да, Ваенович, она в ограниченно-равоспособном состоянии. Мы ее с первых уже дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, для правильности ее, конечно, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и была. Ну, так мы можем сделать. Ну, подъедем, когда вы покажете, где это будет. Хорошо. Пока.